Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» Это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни Подводная охота – захватывающий, динамичный и интересный вид спорта Но не все представляют, что это такое И путают ее с дайвингом А между тем, это не просто увлекательные занятия Но и колоссальные физические нагрузки в новых непривычных условиях И тут есть свои тонкости Что нужно учесть, занимаясь подводной охотой И чем она привлекает многих, узнаем в сюжете Ольги Харламовой В начале 30-х годов родился новый вид спорта – подводная охота Это новшество быстро распространилось в Европе По всему Средиземноморскому побережью А затем и во всем мире Интерес к нему пробудили замечательные фильмы В которых миллионы людей увидели сказочные картины царства Нептуна Красоту и неповторимость подводных пейзажей Необычные морские растения, разнообразие животных Подводная охота получила большое распространение И превратилась в своеобразный вид спорта Она напоминает охоту на птицу или зверя С таким же поиском, преследованием, добычей и меткой стрельбой Но подстрелить рыбу не так-то просто Ее нужно выследить, умело маскируясь Без шумных и резких движений Но наибольшее удовольствие от охоты под водой Доставляет, пожалуй, не столько трофей, сколько прелесть ощущений Которые испытывает охотник, очутившись в подводном мире Когда ныряешь вообще на задержке дыхания Ты себя чувствуешь под водой Именно в таком, как в космосе Это свобода, это свободный полет Это единение с природой Единение с самим собой Это очень-очень умиротворяет Даже несмотря на то, что у тебя в голове мысль о том, где она Где этот трофей, где эта рыба, которую я хотела бы найти и подстрелить Подводная охота – это, конечно, очень красивый вид спорта Это очень красивый вид отдыха Это и азарт в том числе Это охота на рыбу Но это именно охота, это не рыбалка Под водой То есть человек плавает под водой С ружьем, с маской, с ластами Ну, в зависимости от температуры воды От времени года, еще и костюма Ну, конечно, много других дополнительных приспособлений Но самое основное И это ныряние на задержке дыхания В отличие от дайвингов В подводной охоте кислородные баллоны не используют А погружаются в воду, задерживая дыхание Охота с баллоном – это уже браконьерство По времени, начало, скажем, допустим, человек заходит в воду Да, когда это все может длиться несколько часов В зависимости от того, сколько Как человек себя комфортно чувствует в воде Вот А сам, само погружение, да Ну, не очень длительное В зависимости от способности человека От того, как он себя под водой чувствует А так Все по-разному плавают У всех свои способности Все зависит от того, как человек умеет нырять От техники плавания Ну и, конечно, успех в подводной охоте Можно достигнуть, если тренировать себя на задержку дыхания Тут уже идет пересечение с таким видом спорта, как фридайвинг То есть ныряние на задержке дыхания Тренируясь и посещая специальные занятия Человек развивает дыхательную систему И учится определенным правилам поведения Для того, чтобы охотиться под водой безопасно Подводная охота все-таки это ружье Это небезопасно Для, допустим, детей То есть дети не занимаются подводной охотой Именно фридайвингом лучше всего заниматься Лет, наверное, где-то с 15 Почему? Потому что примерно в этом возрасте Приходит какое-то осознавание, понимание себя Потому что это, в первую очередь, самоконтроль Занятие делится на теорию и практику Очень важно не просто научиться нырять А почувствовать под водой себя комфортно Для того, чтобы не спешить поскорее вынырнуть на поверхность А насладиться всей красотой подводного мира Ну и, конечно, добыть свой желанный трофей О котором мечтает каждый подводный охотник На занятиях идут упражнения Это техника задержки дыхания В движении, без движения Динамика – это промеривание Какого-либо расстояния В зависимости, конечно, от способности человека Статика – задержка дыхания без движения на поверхности воды Все это происходит в оборудовании То есть это маска, пласты, трубка, грузовой пояс Есть ряд приспособлений, которые идут только чисто для фридайвинга Они помогают в упражнениях А так, большое количество упражнений на координацию На задержку дыхания в активном движении Для того, чтобы организм привыкал к нехватке кислорода и к нагрузкам И очень много упражнений на расслабление Как и под водой, так и на поверхности, на суши Обучение проходит в бассейне Научились – можно отправляться и на водоем Некоторые плавают в таких местах, где видимости практически нет Все равно что-то находят И какую-то рыбу они подстреливают, достают Поэтому охотиться можно практически везде Лишь бы это все было безопасно А для безопасности нужно сначала узнать, какой рельеф дна Насколько сильное течение, наличие подводной растительности И всегда держаться подальше от гидротехнических сооружений и рыболовных сетей В которых легко запутаться Обязательно наличие буя Буй Это устройство, которое находится на поверхности То есть это может быть надуное просто как шар, там виде овала Они разные бывают На катушке Для того, чтобы обозначить место, где ныряет подводный охотник Потому что все-таки часть И достаточно большая часть наших водоемов, наших рек Они с водоходами назвать сложным Но лодки там плавают постоянно Кстати, то, насколько комфортно охотник чувствует себя под водой Зависит как от уровня его подготовки, так и от снаряжения Оно должно быть удобным А ружье можно выбрать по своему вкусу Здесь совершенно два разных типа Это арбалет Очень похож на рогатку Это пневматическое ружье Здесь тяга создается с помощью растяжения резинки Здесь с помощью сжатия воздуха Два самых больших отличия Далее подобрать подводную маску и трубку В подводной охоте используются длинные ласты Для того, чтобы проплыть в большие расстояния С минимальными затратами сил Подводный костюм нужно покупать подходящего размера Чтобы он надевался без натяга Не жал, не сдавливал Но в то же время не был велик Это как бы вторая кожа Для лета толщина будет 5 мм, допустим Зимой, когда водоемы уже начинают замерзать по краям В это время года лучше всего использовать 9 мм Или даже 11 мм Андрей рассказал нам и о том, что со временем Подводного охотника начинает интересовать Даже не столько добыча, сколько красота подводного мира То, что его окружает Воду он считает не врагом, а другом В дальнейшем может быть и отказ от охоты как таковой Главное это приключения и захватывающие ощущения Некоторые даже меняли ружье на фото или видеокамеру И занимались уже подводной фотоохотой Ну и, конечно же, главное это спорт С 2009 года у нас проводятся и соревнования по подводной охоте Команда из Рязани «Поток» участвует в них постоянно Мы проводим уже много лет соревнования У нас есть спортивная команда Ребята молодцы, отлично, хорошие результаты показывают В эту команду входит мой старший сцен, Алексей В этом году по результатам двух этапов Если посмотреть зачет Рязанский То он был лучшим в Рязанском зачете К сожалению, первые места в этом году Уехали во Владимир и в Москву Будем надеяться, что в следующем году Наша команда займет призовое место И пожелаем ребятам удачи и победы в соревнованиях Ходить на зарядку с чемпионами полезно для здоровья Модно и уже традиционно Очередная зарядка с чемпионом На этот раз по бегу прошла на стадионе Олимпиец Сама погода сегодня помогла в организации акции Зарядка чемпионов на стадионе Дворца спорта Олимпиец После нескольких дождливых дней Солнце, наконец, озарило Рязань Более двух с половиной тысяч студентов Рязанского государственного медуниверситета Вышли на массовую зарядку Которая прошла на стадионе Олимпиец Зарядку организовали совместно С Министерством молодежной политики Физической культуры и спорта И фитнес-клубом Барс Премиум Такое сотрудничество уже стало доброй традицией В прошлом году на базе РязГМУ Проходил финальный этап Всероссийской акции Зарядка с чемпионом Мероприятие было отмечено дипломами Минспорта России Теперь было решено сделать мероприятие Еще более масштабным В нашем университете Многое делается для развития массового спорта Только в прошлом году Проведен ряд значимых мероприятий В частности Проведены массовые соревнования Среди медицинских вузов России Спорт – вторая профессия врача Мы заняли призовое место Среди всех медицинских вузов России Название вуз здорового образа жизни В рамках реализации проекта партии «Единая Россия» В 500 бассейнов вузам страны У нас построен прекрасный бассейн Который используется не только студентами университета Но и имеет большое социальное значение Для граждан города Рязани Сегодня можно сказать, что здоровье нации Лучше сохранять и приумножать, чем лечить болеющих Зарядку провели тренеры фитнес-клуба «Барс Премиум» И лидер региона в беге на короткие дистанции Многократный победитель первенств В ЦФО России Даниил Лонин В течение получаса ребята выполняли движение под музыку Это вообще грандиозно Я в шоке был от такого количества народу Это прям заряжает, это очень классно Организаторы заявляют, что это самая массовая И самая многонациональная зарядка Среди участников иностранные студенты вуза Из 32 стран мира Все нравится, все супер Мы все согрелись Очень здорово Сколько позитива Все собрались, все вместе Это так коллективизирует всех Смотрите, настроение какое замечательное Мне очень нравится Каждую неделю бы ходил Такие упражнения, они для чего полезны? Для всего организма В принципе, кровоток улучшается Помогает, ну, чтобы кровь не стояла В принципе, самое главное Это полезно для здоровья Отвлекает от занятий, от науки И вообще-то весело собираться все вместе Здесь на мероприятии, на стадионе Самый эффектный момент мероприятия Запуск в небо шаров Участники зарядки Загадали желание И отпустили желтые и фиолетовые шарики Небо над Рязанью Окрасилось в фирменные цвета Рязанского государственного медицинского университета Имени академика Павлова И в завершении программы Немного предновогодней спортивной суеты День рождения Деда Мороза Чудесный праздник, который возвращает нас в детство Дарит радость всем от мала до велика Заставляет мечтать и верить В осуществлении желаний 18 ноября самый добрый сказочный персонаж Отметил свой день рождения А рязанские коллеги Деда Мороза Отметили этот праздник легкоатлетическим пробегом Сегодня сложно представить и Новый год Без этого волшебного персонажа Кажется, что он существовал всегда Однако появился он лишь в 18 веке После учреждения Петровым Первым Празднование Нового года Возникла необходимость Объяснить ребятам, кто приносит подарки Откуда берутся нарядные ели Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети В 2005 году Поскольку именно 18 ноября На родине главного новогоднего персонажа Наступают по зимнему сильные морозы Внимание! Старт! Сегодня в Рязани в честь дня рождения Самого популярного дедушки в мире Прошел кросс Организован он был в рамках проекта Бежим круглый год В Центральном парке культуры отдыха Собрались десятки желающих поучаствовать в забеге Главное условие здесь наличие костюма Виновника торжества Дистанция на выбор 500 или 1000 метров Проект полюбился Мы очень рады, что вы сегодня пришли Также отпраздновать день рождения Деда Мороза Тем самым мы все с вами покажем Что мы здоровый образ жизни Что мы любим спорт И конечно любим Деда Мороза В ходе реализации проекта Бежим круглый год В Рязани уже прошло множество Интересных и необычных спортивных мероприятий Организовывались забеги В честь праздника медработников Дни красоты и улыбки Приближение новогодних праздников Диктует иную тематику Но не менее красочную и интересную И на сегодня это все Будьте спортивными и здоровыми И пусть всегда у вас открывается Второе дыхание Редактор субтитров А.Семкин